Добрый день, это программа Куншуак. Вашему вниманию, как всегда, будут представлены самые интересные темы и яркие гости. Сегодня мы поговорим о невероятно важной составляющей нашей жизни, о здоровье. Возвращаемся в студию. Сегодня мы будем говорить о всемирной кампании по борьбе и профилактике меланомы. У нас сегодня в студии врачи областного кожно-генерологического диспансера Газиза Утешева и Крылгаш Сагентаева, а также представитель областного онкологического диспансера, врач-онколог Кулмахамед Абдугалиев. Рад вас приветствовать. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Ну, я предлагаю начать, наверное, все-таки с того, что мы понимаем под меланомой. Вот что это такое? Это какой-то отдельный вид ракового заболевания или что-то другое? Вот поделитесь, скажем так, определением этого. Ну, меланома – это одна из таких ярких, тяжелых и агрессивных видов ракового заболевания кожей и слизистых оболочек. Это атипичное перерождение и размножение клеток, пигментных клеток, меланоцитов, которые приводят к развитию меланомы. Ну, в год в мире заболевает 250 тысяч человек этим заболеванием, 50 тысяч из них погибает. Ну, меланома, она является как самостоятельным заболеванием, может проявляться после 30 лет жизни, а также это может быть малигнизацией уже имеющихся невусов, то есть родинок на коже. Ну, наше медицинское сообщество, оно заинтересовано в раннем выявлении этого заболевания. То есть вполне это можно отнести к такому агрессивному виду ракового заболевания. Да, это агрессивное заболевание. Вообще, в результате, что меланома – это самый агрессивный, один из самых агрессивных видов злокачественных опухолей. Вообще, если по структуре злокачественных процессов имени кожи и слизистых, и там есть несколько видов. То есть есть плоскоклеточная опухоль, карцинома кожи, есть базально-клеточная опухоль и есть меланома. Меланомы, они вообще считаются агрессивными до 2019 года, пока мы не дошли до иммунотерапии. Именно по меланоме. Там выживаемость в первый год жизни, выживаемость, по-моему, 98%, больше 98% людей погибали от меланомы. И во многих случаях она определяется уже, выявляется в запущенных случаях. То есть уже имеется отдаленная метастаза в региональных лимфоузлах, в отдаленных органах и так далее. Она одна из самых агрессивных – это опухолей. Наверное, что еще сложно, на первых стадиях человек не чувствует боли. Вообще, как и во всех целом онкологических процессах, на ранних стадиях, при запущенных пухолях, как таковых жалоб не бывает. То есть человек видит какое-то новообразование на поверхности кожи, плоски условно, депигментацию, то есть асимметрию, наружные контуры неровные и так далее. Никаких болей в том, жалоб, зуд, жжение, ничего не бывает. В основном. И, конечно, он может спутать это просто. Да, с обычным пигментом и так далее. Невусами. Там есть дианаз меланцарон-невус, которая визуально очень похожа на меланому. То есть они могут сказать, это было у меня давно, с рождения, нет никаких изменений и так далее. Но в какой-то момент она малигнизируется под воздействием канцерогенных факторов, и она перерождается в онкологическую, в меланому. В таком случае, и там есть система определения меланомы на ранних стадиях, система ABCDA, то есть асимметрия, ВОДС, колор, границы и так далее. По этим стандартам можно выявить меланом на ранних стадиях. Дело в том, что по нашему региону, то есть по западной, по западной Казахстанской области, у нас в структуре заболеваемости меланома определяется чуть больше, чем в других соседних регионах. То есть в Шемкенте, если там население области Южной Казахстанской, там по полтора или два миллиона, да, у них в течение пятилетий выявились только пять случаев, 25 случаев меланомы. У нас в год выявляется порядка 20 случаев, учитывая то, что у нас население 900 тысяч, да, это возможно из-за того, что есть какая-то генетическая предрасположенность, расположение, солнечное воздействие и так далее. Заболеть меланомой вероятность повышается в случае, если в семейном анамнезе, то есть у родителей или у близких родственников ранее были выявлены меланомы, то есть вероятность того, что будет меланома чуть больше, чем нежели у других. То есть если говорить о причинах, то на первый план все-таки выходит генетическая история? Генетическая предрасположенность немаловажна, канцергенный фактор, это ультрафиолет и так далее. И цвет кожи, то есть бледный цвет кожи и светлый цвет кожи, они более преобладают к появлению меланомы, нежели мулатые и темнокожные. Вот может быть сразу тоже к таким очень популярным вещам, которые очень часто обсуждают в этой связи. Прежде всего на ум приходят сразу же пляжи, то есть загар, близится лето, очень много людей загорают. Насколько это действительно опасно? Да, солнечное излучение считается канцерогенным фактором развития меланомы. Ученые до сих пор не выявили первую причину развития данного заболевания, но есть ряд причин, которые предрасполагают к развитию этого заболевания. Тут в первую очередь стоит воздействие активно-солнечное излучение, второй – это наследственный фактор. Как сказал доктор, если в анамнезе есть отягощенный семейный анамнез, то тут повышается риск развития данного заболевания у пациента. Также нужно учесть цвет кожи у лиц первого-второго типа цвета кожи, по Фитц Патрику, это люди со светлой кожей. Значит, в связи с нижним содержанием пигмента кожа повышается риск развития меланомы. Сюда же можно отнести к факторам увлечения, как вы сказали, загаром, в том числе солярий. Солярий еще одна. Да, солярий, да, это очень модно и среди девушек. Возраст, нужно не забывать возраст, с возрастом свыше уже 50 лет возрастает риск развития данного заболевания меланомы. Потом в определенные периоды жизни, это в такие периоды гормональных перестроек, это во время беременности, менопаузы, тоже возможен риск развития данного заболевания. И сама травматизация, например, казалось бы, родинок может быть причиной перерождения ее в злокачественном образовании. Обилие родинок, да. Обилие родинок, да, да, да. Тут уже надо как бы постоянно находиться под наблюдением у врачей, драматологов или банкологов. Ну, давайте разберемся все-таки с загарами, солярий и летний загар. Стоит вообще это убрать из образа жизни? Или здесь какая-то, возможно, система какого-то постепенного, какого-то ограниченного по времени этой процедуры? Что можно здесь посоветовать? Ну, обычно солнечная активность, она до 12 часов. Мы рекомендуем людям вообще светлой кожи не загорать в активном пике. Значит, загорать уже после 4-х, загорать в тени. А если детки там светлые, мы вообще рекомендуем не загорать в открытых купальниках. Одевать одежду с длинным рукавом, белые рубашки, чтобы было закрытое. Ну, и на голове головной убор, солнцезащитные очки, потому что лучше защищаться от прямых солнечных лучей. А если, тем более, на коже множественные невусы, то это вообще прямое показание защиты солнечных лучей. Ну, и сейчас очень много солнцезащитных средств. То есть, это крема. И зимой, и летом желательно открытые участки тела замазывать солнцезащитными кремами. Солярий. Совсем вредно? Да, это вообще считается вредным. Мы не рекомендуем. То, что учитывая популярность, эта процедура, конечно, пугает. Сейчас, по-моему, до него мода. Должно отходить. Хорошо. Вот мы говорим, что по всему миру идет такая всемирная кампания, об этом все говорят. Вот этот всемирный день, всемирная кампания, что она в себя включает, в том числе, если мы говорим о нашей области? То есть, это дни открытых дверей, это какие-то публичные... Организовывается, заранее планируется организовываться дни открытых дверей на базе онкодиспансера. Мы по логализациям, то есть, рак легких, там, визуально доступно логализации и так далее, мы делим по плану и выставляем конкретный день на базе онкодиспансера. Проводятся дни открытых дверей, проводятся с онкологами, приходят пациенты, у которых есть новое образование. То есть, пациент может подойти в день открытых дверей без направлений, без каких-либо необходимостей. Просто приходит пациент, осматривается, весь поверхность кожи. Тут еще такой нюанс. Меланома появляется не только на поверхности кожи, она появляется и в слизистых облочках. И бывает, что есть понятие увиальная меланома, это меланома глаз. На поверхности появляются и гинекологические. Вульвы, вагины и так далее. Был случай у нас в области, была одна пациентка с меланомой пищевода. Это крайне редкий случай, когда меланома исходит. И, по большому сожалению, бывает случай без первичного выявления очага. Это когда сам первичный очаг не находится, но находятся только метастатические поражения. Это самый тяжелый случай для меланома. По большому счету, да. И в таких дней пациента приходят, обследуются. Если у пациента находятся какие-то патологические новообразования и подозрения на злокачественную меланому, условно, у нас на базе онкодиспансера имеется аппарат, стационарный дермотоскоп, который именно для этого и был куплен. Осматривается поверхность кожи, выставляется... Проблема в том, что меланому трогать нельзя. Вскарбливать, брать цитологию, биопсию нельзя. Если есть подозрение на меланома, она иссякается с широким сечением под общий наркоз сразу же. Потому что есть вероятность того, что при контакте, при биопсии, вскарбливании она быстро метастазирует. К нам поступил звонок от нашего телезрителя. Давайте послушаем. Добрый день. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Я биохимик, биофизик, медсестра, федерал-лаборант, в Ленинграде училась, работала. И в Алматы работала, в институте питания. И в Уральске проработала мало. После двух ДТП меня не лечили, потому что диагноз не могли поставить точный. Мы в Дженбеке росли. Папа перекочевал туда, когда дедушка умер, папина дядя, который воспитывал. У нас в Дженбеке было четыре пруда. Севера, запада, юга и востока. Мы бегали возле дома нашего на улице Ленина. Пруд был. И там мы загорали после захода солнца. Вода была теплая, ласковая. Никто не тонул. Каналы текли. И в саду играли. Сад был. Там росли хорошо клёны. Дуб плохо рос. Тополя не прижились. Березы не прижились. Но у нас в Дженбеке районе есть индо-парк. Там круговую посажены все растения планеты Земли. Я не вру. Можете туда поехать. Вам люди на такси отвезут. А для бега ехать... Да, я прошу прощения. Да, у нас немного ограничено эфирное время. Может быть, есть какой-то вопрос? Не надо загорать, мазаться кремами. Почему монголы, казахи светлолицые? Вот сами посудите. Вроде у нас теней нету. Задаю вам вопрос. Почему? Мы бледнолицые. Почему в Алма-Ате девушки, казахи, казашки тоже... Хотя жара бывает 35 градусов в Алма-Ате в полдень. Почему? В экваторе все моряки как пересекают экватор, в океан прыгают. Почему? Потому что солнца над головой нету, там теней нету. Вот задаю вам вопрос. Ответите, пожалуйста. Потом, что кушать? Мы привыкли к бешпармаку. Татары к пельменям. Уйгури мантам. Сейчас у нас все продается, все дорого. Я хочу есть то, что меня приучили в детстве. Мы ели... Большое, да, спасибо большое за вопрос. Мы ели бешпармак, мы ели... Да, большое спасибо. Мы ограничены по времени, к сожалению, ограничены по времени. Да, мы вновь возвращаемся к вопросу влияния солнца, к вопросу питания. Вот давайте тоже немножко эти темы разберем. Вообще, такое создается ощущение, что как будто бы раньше, какое-то время назад о меланомии как будто и не слышали. Вроде все загорали, все было замечательно, прекрасно. Вот по временным каким-то отрезкам, что мы можем сказать? Если вы, допустим, посмотрите по статистике в 93-м году по Западной Красной области... На учете по онкологическим диагнозам состоял на учете порядка 3 тысяч пациентов, да? На данный момент у нас порядка 2-7 тысяч, приблизительно до 8 тысяч пациентов состоят на диспансовом учете. Это учитывая то, что в 93-м году население Уральска было порядка 400 тысяч. Сейчас население 800 тысяч. То есть, если посчитать по структуре заболеваемости, оно не такое выросло. Она примерно поднимается на 3-5% ежегодно выявляемость в опухолевом процессе. Но это не говорит о том, что опухолевый процесс становится больше. Население стало больше, врачи начали выявлять. Ну еще вопрос о выявлении, да? Да. Раньше они выявляли, они не замечали. Были случаи в 2005-2006 годах, пациентов лечили от диссеминированного туберкулезного заболевания. Лечили, лечили, в конце выявили, что у нее на пятках где-то стоит меланома, которая дала метастаз в легкие. То есть, выявление самой меланомы было не так, как сейчас. Потому что раз идет сейчас метастазические поражения, если у пациента где-то находится вторичное поражение, мы обязательно ищем первичный очаг. И часто бывает так, что мы находим где-то меланому. Поэтому вопрос здесь только о выявлении. Оно было, меланома это не первый год, ее в Древней Греции описывали. Оно было, есть, она будет. Дело в том, что наша задача выявить ее на ранних стадиях, так как прогноз в целом зависит, пропорционально к раннему выявлению. Если выявляется она рано, выживаемость, безрецидивные и так далее, оно сразу же вырастает. Вопрос питания. Он какое-то имеет влияние на возможность развития? Вообще считается, вот, канцерогеновый фактор из питания, это считается жиры тяжелое происхождение, это животные жиры. Курение, не питание, но курение, алкоголь и так далее. Это считается стрессом для организма. То есть искусственные напитки те же самые, да, какие-то чипсы, ну, что-то такое. Конкретно не могу сказать, но считается, что канцерогеновый фактор, да. Но это касательно желудочно-кишечного тракта. Никак не повертывается кожа и так далее. Там основное это геническая предрасположенность, воздействие в канцерогеновый фактор непосредственно на кожу, это радиация и ультрафиолет. Потом на процент выявляемости тоже влияет население более грамотное, они своевременно обращаются, просто обеспокоенность есть, у них информация больше, поэтому они вовремя обращаются, и, естественно, процент выявляемости повышается. Давайте еще, мы об этом уже отчасти упомянули, но вот, скажем так, суммируем уже. Вот на что стоит обратить внимание? Какие первые такие красные флажки, которые уже о чем-то говорят, такие звоночки? Ну, у нас есть дерматологическая служба, обычно больные, когда обращаются, их начинают, ну, они замечают, что тот врожденный, например, родинка, или невос мы называем, вдруг начинает расти, увеличиваться в размерах, начинает беспокоить, боль, зуд, вокруг кожи краснеет, появляются язвочки, начинает кровоточить. Вот в последний раз был такой случай, девушка обратилась, была направлена в онкодиспансер. И в таких случаях, конечно, мы уже обращаем внимание, обследуем, и в настоящее время у нас есть доступные методы обследования, так как медицинское сообщество заинтересовано в раннем выявлении этих онкозаболеваний кожи, оно привело к развитию таких диагностических методов, как дерматоскопия. Вот в онкодиспансере у них очень мощный дерматоскоп, а в наших поликлиниках у дерматологов портативные дерматоскопы, которые тоже позволяют выявлять все злокачественные образования на коже, и меланомы, бывает, что-то своевременно. И, естественно, такие больные у нас направляются в онкодиспансер. Это большая помощь нашим врачам-онкологам. То есть расширение родинок, появление каких-то новообразований на коже, которые... Новых пятен, вдруг появилось пятно, и они своевременно обращаются. Отличие вот злокачественных процессов от доброкачественных процессов, но образование кожи именно, асимметрия, то есть она не ровно округлая, не округлая форма, она бывает нетипичной формы, разных характера, цвет неоднородный, то есть где-то темнее, где-то светлее, кровоизлияние, при контакте кровоточат, зуд сжжение, и темп роста, то есть она стала больше за какое-то время. Есть такое понятие фотодинамик, то есть если у человека есть какое-то новообразование, на дистанции 10 сантиметров он фотографирует, через 3 месяца повторно тоже та же схема, повторно фотографируете, и вы уже оцениваете по фото, то есть размеры оцениваете. Если оно начинает расти, а если оно начинает расти интенсивно, это уже звонок. Помимо этого, если вы видите какое-то новообразование на поверхности кожи, вообще меланома, она любит поверхность кожи нижней части тела, в основном у мужчин, у женщин более выше, считается, и оно любит часто локализация, это нижняя конечность. Не исключается поверхность кожи, волоси, части головы и так далее, но именно когда появляется новое, новообразование на поверхности кожи, и она растет, цвет поменялось, стало где-то темнее, появились узелки, и если в региональных зонах увеличенный лимфоузел, это уже второй звонок, это надо уже бежать к онкологу. Если лимфоузел опух рядом с новообразованием, нужно идти к врачу. Ну что ж, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу. Конечно, раннее выявление, особенно когда человек внимательно относится к своему здоровью, к своему телу, и может заметить такие новые образования, это, конечно, залог возможного будущего, успешного лечения. Итак, продолжаем программу. К нам поступил вопрос от телезрителей на наш мессенджер WhatsApp. Зритель пишет, что на теле много родинок, и есть страх их повредить. Что делать в таком случае? Я думаю, такая распространенная проблема, потому что человек принимает душ, действительно, щетки и так далее. И так далее. Вот как здесь быть, есть ли какие-то правила, не знаю, правильного ухода в таком случае? К нам, если такие больные обращаются, обычно это даже, когда мы проводим военную комиссию, солдат осматриваем, выявляем такие трущиеся, невусы на трущихся местах. Бывает, что они травмируются, часто травмируются на теле. Сейчас онкологи это могут удалять, мы отправляем в онкодиспансер на удаление, на рассмотрение онкологов. Если онкологи сочтут важным его удалить, то есть они ее удаляют. Мы рекомендуем удалять такие родинки. Есть такие, называются, аномальные невусы, которые мы называем диспластические, которые уже имеют измененное клеточное строение, и у которых есть шанс переродиться в злокачественное образование. Поэтому такие образования обычно рекомендуется удалять, и в этом направлении к онкологам. А самоудаление это тоже, наверное, отчасти риск? как правило... Удаляется в пределах здоровых тканей, поэтому здесь рисков как таковых не должно быть. Если там подозрение после стационарного дермотоскопа есть подозрение на меланом, оно удаляется под внутривенным наркозом. И если там нету подозрений, только в вопрос о малигнизации и так далее, оно делается под местом на связи, и все. Идет срок исчезления с последующим гистологическим исследованием материала. То есть удаленный материал отправляется на гистологический исследование, неделю через две выявляется уже заключение гистологическое и о том, что как само строение клетки и все. Я думаю, нашему зрителю стоит просто обратиться за консультацией. Совершенно верно. Уже он будет знать, как ему действовать. Да, современная вот именно дерматология очень хорошо оснащена, ну, именно, в частности, наш кожевый диспансер, это дерматоскопами ручными, да, это считается современно, высокоэффективное, безболезненное, отравматичное обследование, вот, образование кожи. Иногда достаточно только этот метод исследования для того, чтобы поставить диагноз меланома. Меланома, да, в других спорных случаях уже направляется на гистологическое исследование. бонкодиспансер. Вот мы говорим, что меланома, это довольно-таки агрессивный вид рака. В таком случае, в чем, не знаю, секрет, возможно, успешного лечения меланомы? Какие факторы должны сойтись в таком случае? Раннее выявление. Только раннее выявление. своевременное обследование. Не только раннее выявление. Допустим, если у пациента там есть парадокс, вообще, при залогательном процессе мы стадируем, заболевание, стадируем. Есть четыре стадии. Первая, вторая, третья, четвертая. Первая стадия, когда опухолевый процесс локализованный, она не уходит за пределом одной локализации, условно. Вторая стадия в зависимости от локализации и так далее, но в конкретном случае меланомы она стадируется по системам Брестлова, то есть по степени инвазии опухолевого процесса в толще кожи, то есть в кожу, подкожную, подкожно-жировой клетчатке и так далее, до мышц. Если она прорастает определенно до слоев и есть инвазия по миллиметрам, то есть до 5 миллиметров, до 3 миллиметров, до 8 миллиметров и так далее. В зависимости от инвазии мы стадируем диагноз. Чем стадии больше, чем прогноз хуже. Есть такой парадокс именно при меланоме, что 2-я С стадия по прогнозу хуже, нежели 3-я А стадия. Вот такой парадокс в этом. Так есть, с этим ничего не поделать. Но когда, если выявляется меланома без отдаленных метастазов и без региональных лимфоузлов, если просто меланома на коже, на поверхности без прорастания подкожно-жировой клетчатки и так далее, без степени инвазии, это первая стадия, иссякается и все хорошо. То есть, человек, можно сказать, что он практически выздоровел. Но, в любом случае, после выставления диагноза меланома, пациент берется на диспансерный учет в онкодиспансере, он не снимается никогда. Ну да. Там дальше уже проводится диспансерный осмотр, то есть, после выставления диагноза и после пролеченного случая мы пациента переводим в третью клиническую группу и обследуем каждые три месяца. То есть, место операции, региональные лимфоузлы, отделенные места. Вообще, меланома метастазирует. У них есть своя, грубо говоря, путь метастазирования. Там есть два вида гематологические или лимфатические пути метастазирования. Если это по гематологической, она любит идти в головном мозге, в легкие и печень. Если по лимфоузлам, она идет по оригинарным. Условно, если у пациента где-то на уровне бедра, мы ищем лимфоузлы в паховой зоне, в брюшной полосе, забрюшенный проснулся и так далее. И первый год жизни после выставления диагноза мы обследуем четыре раза каждый квартал. Со следующего года, если пациент прошел без рецепт, без прогрессирования, со второго года полгода и последующие годы ежегодно, раз в год пациент должен обследоваться. Потому что есть случаи, когда метастаза она дает через несколько лет. То есть опухолевый процесс, она начинает повторно рассеять и прогрессировать только в отдаленных местах. Поэтому мы пациента обследуем ежегодно. А помимо стадий, помимо первых стадий, условно, если у пациента уже распространено метастазическим, с метастазическим поражением меланома, тогда уже подход меняется. То есть удаляется первичный очаг и проводится стадирующая манипуляция называется «Мы ищем сигнальный лимфоузел». Сигнальный лимфоузел это рядом стоящий самый близкий лимфоузел, туда вводится контрастное вещество и мы смотрим, накапливает ли этот лимфоузел контрастное вещество. То есть можно определить, уже лимфоузел заинтересован в опухолем процессе или нет. Если да, то сигнальный лимфоузел тоже должен удалиться. И только потом дальше уже в ход идет молекулярно-генетическое исследование. Есть определение, называется бераф-мутация. Если при опухолем процессе именно при меланоме определяется бераф-мутация, пациент переводится на таргетную терапию. Таргетная терапия от слова таргет это целевая терапия конкретно действующая только на эти клетки. Там есть бераф-мутация такая. Там есть рецептор, который мы блокируем. Есть двойная блокада. Мы блокируем опухоль процесс, то есть она не делится. Вообще злокачий процесс это бесконтрольное деление нездоровых клеток. То есть мы блокируем их деление и соответственно держим на одном уровне таргетной терапии. Но если вдруг у пациентов отрицательно бераф-мутации, то тогда в ход поступает уже химия-лучевая терапия. Ранее мы применяли лучевую терапию по протоколу. Сейчас это уже сняли только химиотерапию. Но когда у пациентов идет четвертая стадия и вбирав отрицательные, тогда уже только в арсенале мы держим химиотерапию и наблюдение. Состоит совсем немного времени до завершения эфира. Я предлагаю вернуться к нашей финальной теме о дне меланомы. Вот хотелось бы тоже понять, что вы думаете о том, какой профилактика должна быть, если мы говорим о качественной профилактике. Вот что необходимо? Это уже рассмотрено, мы этим занимаемся во всех поликлиниках, во всех 25 медицинских организаций Западоказахстанской области функционируют кабинеты, саботовые кабинеты. Если пациент прикреплен условно в первой поликлинике, он проживает по данным адресу, условно если пациент у него простуда, он не может работать, он идет к своему участковому терапевту, через регистратуру записывается, в регистратуре они смотрят через МИС, то есть информационную систему смотрят, пациент в течение года не обращался в поликлинику, пациента к врачу не допустят без смотрового кабинета, это профилактика визуально доступных локализаций, то есть пациент первый должен зайти в смотровый кабинет, он должен быть осмотрен весь поверхность кожи, слизистой, визуально доступной локализации, это все делается для профилактики новообразования, не только в Миланом, но и в целом. Это обязательно. Да, без этого пациент не сможет попасть к участковому врачу, и ежегодно каждый пациент хоть для себя должен осматриваться в смотровых кабинетах для мужчин и женщин отдельно отведенных. И оттуда мы ловим первой стадии. Что еще можно в таком виде успешных практик предложить помимо смотрового кабинета? Ну, если на кожных покровах у нас есть пациенты, у которых множество небусов, родин, то ежегодно наблюдаться у врачей, драматологов, желательно фото документирования делать, то есть фотографировать себя и смотреть в динамике, да, есть ли какие-то изменения. Это первое, избегать активного нахождения подсолнечными лучами, применять обязательно крема с факторами защиты и вовремя обследоваться при изменениях на коже. Есть такая проблема, что люди боятся идти все-таки к врачу, даже с простудой легче, но когда какие-то есть подозрения на раковые и онкологические заболевания, конечно, мотивация очень сильно что удивительно, кажется, нелогично, но проходит, то есть человек все-таки не хочет, может быть, узнать диагноз свой возможный, то есть возникает такой сильный страх, вот как его преодолеть? Ну, видите, вот у нас то же самое, вот такие вот передачи проводятся, они тоже являются достаточно хорошей профилактикой, в медицинских учреждениях проводится дни открытых дверей, у нас сейчас если человек застрахован, он проходит, если не застрахован, он уже, поэтому дни открытых дверей, независимо от статуса, принимает все желающие обратиться на обследование, на осмотр, также у нас очень часто врачи в год несколько раз выезжают по районам, проводят осмотры больных, там же больные обращаются, если не могут выехать в город, то уже райцентр какие-то определенные, они там обращаются к специалистам, ну, и у нас еще есть телемедицина, если больные находятся далеко, то, естественно, можем осмотреть больного онлайн. Ну, вообще, в этом плане осознанность появляется, вот у пациентов, вы же с ними контактируете, разговариваете, все-таки они понимают, да, что вот... Чаще всего они приходят сами, Да, да, вот этот момент. Обращаются. Ну, иногда поздно, ну, достаточно грамотные люди, кто... Сейчас интернет, поэтому они в конце концов все равно обращаются, приходят. Ну, тем более сам вид заболевания, вот даже мы сегодня в передаче прям наглядно, визуально, да, описали, да, что это за новое образование, как он выглядит, какой размер имеет, и так далее, и так далее. Дело в том, что меланом не так много. Это я вам говорю, в год 20 человек, это учитывая, что в населении 800 не столь она распространена, но она крайне агрессивна. Да, бдительность терять при этом не стоит. Да. Ну, что же, я вас благодарю за участие в передаче, большое спасибо. Вновь, как я и говорил, сама наглядность этого заболевания помогает и, думаю, поможет нашим зрителям в случае чего это заметить, и, конечно, как мы уже говорим, на ранних стадиях этот процесс затормозить, будем так говорить, намного легче и проще. Просто огромное спасибо. На этом все. Никогда не стоит откладывать заботу о здоровье на второй план. К сожалению, это имеет свои последствия. Берегите себя. Увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!